Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. В этом ролике рассмотрим, как сделать покрытие гель-лаком, начиная с базы, нанесения цветного покрытия под кутикулу и заканчивая созданием идеальных бликов. Это видео будет специально для новичков в ногтевой сфере, так как каждый шаг я буду очень подробно объяснять. Возможно, и опытный мастер найдет для себя полезную информацию. Если да, ставьте пальчик вверх и не забывайте подписываться на канал. Приступим! Качественное покрытие неразрывно связано с чистотой выполняемого маникюра. Маникюр может быть любой, самое главное, чтобы не осталось частичек кожи, кутикулы, из-за которых могут быть затеки. Поэтому сейчас я выполню маникюр и после этого мы приступим к покрытию гель-лаком. Сделала маникюр и ремонт ногтей. Сейчас обезжириваю. Полностью убираю всю пыль, так как она может стать причиной затеков. Если после маникюра осталось очень много пыли, вы можете отправить клиента помыть руки. Не переживайте, от этого не ухудшится носибельность вашего покрытия. Наношу бескислотный праймер. Это средство, которые обеспечивают лучшую сцепку между ногтем и покрытием. Праймер действует как двусторонний скотч. Набираю маленькое количество материала и не наслаиваю излишний праймер, так как это может провоцировать отслойки. Одной отжатой кисти не хватает на несколько ногтей. Наши ногти готовы к нанесению базы. Архитектура натуральных ногтей у моей модели хорошая, красивая от природы. Имеется плавный подъем и плавный спуск. Ногти не расслаиваются, достаточно прочные, а значит можно выполнить тонкое покрытие базой без дополнительного укрепления, то есть выравнивания ногтевой пластины. Для этого я буду использовать густую базу, пластичную. Такое тонкое покрытие подойдет тем, кто выполняет маникюр сам себе, в домашних условиях, для того, чтобы потом не снимать толстое покрытие с выравниванием при помощи аппарата. А тонкий слой легко у вас растворится в ацетон, содержащий жидкости. Если хотите дополнительно укрепить ногти, вы можете дополнительно набрать материала и как по воздуху погладить ноготок. За счет такого не совсем тонкого нанесения ногтевая пластина станет чуть толще, укрепиться, а соответственно ноготь не сломается при отрастании. Если настольную лампу поставлю ближе, то мы увидим, что блик, белый кружок от лампы, неравномерный. В некоторых местах прерывается, что говорит о неровной поверхности. Но при тонком нанесении 100% выровнять ногтевую пластину мы не можем. Сейчас прошло немного времени, блик более-менее распределился и мы можем отправлять на просушку. Это техника без выравнивания. Так как вы начинающие мастера, вам будет намного проще работать густыми базами. Жидкие базы подходят для опытных мастеров, но в неопытных руках такая база будет давать затеки, а соответственно потом будут затеки и цветного покрытия, чего нам никак нельзя допускать. Еще один лайфхак это использование камуфлирующей базы. Вам будет ее лучше видно, в отличие от прозрачной. Мало того, при неравномерном нанесении вы сразу будете видеть, где цвет неравномерный, значит там впадинка недостаточно материала и наоборот, где интенсивный цвет, там много материала. То есть это как подсказка вам при выравнивании ногтевой пластины. Но камуфлирующие базы за счет своего цветного пигмента не всегда хорошо держится на ногтевой пластине, могут давать отслойки на свободном крае, поэтому под них нужно нанести тонкий слой жиденькой базы для того, чтобы она не давала излишний объем. Прям тонко-тонко, полусухой кистью для того, чтобы не было затеков. И следующий вид нанесения материала это с выравниванием ногтевой пластины для того, чтобы избавиться от неровностей, деформаций, для того, чтобы придать дополнительную жесткость ногтям. Сильно-сильно отжимаю кисть во флакончике, держу палец клиента двумя своими, три у меня противопоставлены и обязательно на них делаю опору мизинцем. Если работать вот так, то ни о каком ровном покрытии не может идти речи. Все будет в буграх, неровностях. Обязательно соблюдайте опору мизинцем. Во время нанесения базы пальчик клиента располагаю под наклоном вниз для того, чтобы не было затеков под кутикулу. Выполняю первое длинное движение посередине, после чего поворачиваю пальчик на бочок, раскрываю кисточку, чтобы она была веером и кончиком. Кистью прокрашиваю боковую стенку. Ошибкой будет, если полностью всю кисть ввести к боковой стенке, излишки материала также дадут затек. Поворачиваю на другую сторону, раскрывая кисть, промазываю боковую стенку. Если вы хотите запечатать торец, это делаем перпендикулярно кистью, едва его касаясь. Сейчас у нас готова влажная подложка на ногтевом ложе. Набираю каплю из флакона. Для мизинчика мне нужна совсем небольшая капелька и переношу ее на ноготок. Ставлю, приподнимаю кисть и провожу вдоль ногтя. После этого мне необходимо распределить капельку. Как по воздуху тяну кисточку вниз и вверх, перекатывая пальчик, не отрываю кисть от материала. Настольную лампу с круглым плафоном опускаю ниже и рассматриваю блик. Он должен быть ровным, без преломлений. Если есть неровности, переворачиваем ручку клиента, держим на уровне своих глаз и оцениваем вид сбоку. Если овал блик ровный, то я могу отправлять руку в лампу. В случае с прозрачной базой подложку прозрачную дополнительно не наношу, а выполняю выравнивание в один слой. Обратите внимание, что я работаю по одному ногтю, для того, чтобы материал не растекался. На непросушенную подложку ставим небольшую каплю и распределяю. Но не переусердствуйте с толщиной базового покрытия, так как если слой будет толстым, ногти будут выглядеть как пирожки. Помочь себе можете тонкой кистью. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для новичков и опытных мастеров по цене одного. Для подробной информации переходите по ссылке, которую я оставлю в описании. До встречи на нашей онлайн обучающей платформе. После покрытия базы беру апельсиновую палочку и отталкиваю кутикулу, раскрываю кармашек. Это обеспечит более глубокую прокраску под кутикулой. Если на данном этапе вы видите затеки базы, постарайтесь их убрать. Засушили затек, тогда необходимо его выпилить аппаратом. Следующий немаловажный фактор это густота цвета. Если вы будете выбирать жидкие гей-лаки, вам будет очень трудно с ним работать. Он будет затекать боковые пазухи, растекаться под кутикулу и скорее всего нанесется не в два слоя, как необходимо, а в три и более. Все это трата времени, поэтому такие гей-лаки не используют лучше в работе. Если все-таки они у вас есть в наличии, вы их приобретали, вы их можете использовать для дизайнов на типсах. И свое предпочтение отдаем гей-лакам более густой консистенции, которые саморазравниваются. Трудно будет работать и с очень густыми гей-лаками. Их будет трудно распределить по ногтевой пластине. И вы будете видеть такие, как проплешины. Видим, что ногти в торцах у нас тонкие. При этом вся архитектура скрыта в центральной части ногтевой пластины и обусловлена выравниванием базы. После базы отодвигаю кутикулу палочкой для того, чтобы обеспечить более глубокую прокраску под кутикулой. Сильно отжимаю кисточку в флаконе, делаю опору мизинцем, пальчик опускаю немного вниз, толкаю материал к кутикуле в стык и опускаюсь вниз. Мое первое движение. Кладу палец на бок и мелкими движениями кончиком кисти прокрашиваю боковую стенку. Цвет пока что у меня не плотный, а полупрозрачный. Тонкое нанесение. Поворачиваю на другую сторону пальчик. Аккуратно перпендикулярно закрашиваю торец, если вам нравятся прокрашенные торцы. Мы видим, что весь цвет очень неравномерный. Поэтому сейчас, положив кисточку лежа, я выполняю длинные движения от кутикулы до свободного края и посмотрите, все мои неровности убрались. Но мне нужно прокрасить под кутикулой. Для этого я буду использовать тонкую кисть. Это один из самых простых способов для новичка. Своими пальцами сильно оттягиваю кутикулу. Пальчик опять же смотрит вниз для того, чтобы не было затеков. И тоненькой кисточкой прокрашиваю под кутикулой. В таком положении с натянутой кутикулой отправляю руку клиента в лампу и на половине пути отпускаю свою руку. Так делаю я для того, чтобы кутикула не захлопнулась и не испачкалась от цвета. В этот раз набираю каплю из флакончика побольше. Пальчик снова располагаю вниз, опору мизинцем, натягиваю кутикулу и толкаю каплю кутикули. Теперь гель-лак сам затечет по глубоко прокрашенному слою. И разравнивающие длинные движения. Не должно быть никаких коротких хляпающих движений, только длинные. Как будто по воздуху быстро проскальзывать над покрытием. Если вы задели кожу, уберите затеки при помощи апельсиновой палочки до постановки в лампу. Покажу вам второй способ покрытия под кутикулы для начинающих, который называется нанесение веерным методом. Изначально по тому же методу прокрашиваю ногтевую пластину, сильно оттягиваю кутикулу и теперь сильно раскрывая кисточку, начинаю ей прокрашивать под кутикулой небольшими штриховыми движениями. Чем сильнее вы расплющите кисть, тем тоньше она станет и глубже войдет под кутикулу. Разравниваем покрытие. На клиентах работаю конвейерным методом, то есть накрасила один ноготь на одной руке и затем крашу на другой. Это обеспечит сокращение времени работы. Продолжение следует... На втором слое дугообразное движение под кутикулой уже не делается. Если на первом слое не было затеков, значит и на втором скорее всего их не будет. Второй слой цветного покрытия вы можете наносить сразу на несколько ногтей. Топовые покрытия различаются также по густоте. Очень густым топом удобно перекрывать какой-либо дизайн, блески, слайдеры, стемпинг. На обычном покрытии его не так удобно распределять. Топ средний по консистенции будет удобен в работе новичкам. Жидкая консистенция топа дает красивый блеск и быстрый ровный блик. Топ наношу также как и второй слой цветного покрытия. Пальчик располагаю вниз. Длинными движениями от кутикулы до свободного края разравниваю топ. Помним, что на указательном у меня была небольшая впадинка. Можно в нее добавить чуть больше топа. Перевернуть пальчик для того, чтобы топ распределился. То есть, в случае неровностей на базе при выравнивании, вы всегда их можете исправить на моменте топа. Но, конечно, топа все равно не должно быть очень много, так как он может пузырить, давать фиолетовый оттенок, синий или желтый. Посмотрим на результат. Пишите в комментариях, какой способом нанесения гель-лака под кутикулу вам нравится больше. Желаю всем успехов в работе. Пока-пока. Только нам было еще что-то, наверное, добавить.